Дорожная карта занятости Так, мониторинговая группа искусствов, общественных деятелей и других заинтересованных лиц проверили объекты, относящиеся к ДКЗ в городе Капшигай. Как мы сообщали ранее, всего здесь реализуется 19 проектов на общую сумму 1,7 млрд тенге, благодаря чему создаются 288 рабочих мест. Проводятся работы по благоустройству, проведению голубого топлива, строительство и реконструкции социальных объектов. В ходе проверки комиссии даны соответствующие поручения ответственным лицам. Дорожная карта занятости сильно помогает поддерживать социально-экономическую составляющую страны. Мы проверяем реализацию данной программы на всей территории области. В Капшигай работа идёт согласно графику. Срывов не должно быть. Работы ведутся полным ходом и очень качественно. Ради безопасности строительство наземного пешеходного перехода через железную дорогу на станции Шамалган в Алматинской области подходит к завершению. Для этих целей из республиканского бюджета выделено порядка 500 млн тенге. Возведение пешеходного моста подойдёт к концу в третьей декаде июля текущего года. Напомним, вечером 15 сентября прошлого года близ Алматы поезд столкнулся с автобусом, стоявшим на рельсах на станции Шамалган. Водитель автобуса погиб на месте. Женщина и двое детей с различными травмами были доставлены в больницу. После трагедии было принято решение о строительстве пешеходного моста через железную дорогу на станции Шамалган. А для переноса транспортного потока запланировано возведение путепровода в отдалении от населённого пункта. В настоящее время через железнодорожные пути на станции Шамалган ежедневно проезжает свыше 25 тысяч единиц автотранспорта и проходит порядка 100 поездов. Будет строиться ободная дорога, где-то протяжённости около 6 километров. Из них 5 километров проходит через наш Карасайский район на территории, а остальные там через Ильский район. В данный момент в республиканском бюджете выделено деньги. Комитет автомобильных дорог, заказчик. Полным ходом идёт строительство, но ожидаем завершения к концу этого года. Владельцам автомобилей с государственным регистрационным номером Республики Армения не придётся платить большие деньги для того, чтобы их узаконить. Легализовать железных коней в Казахстане можно всего за 12 тысяч тенге. Успеть поставить на учёт и получить госномера следует до 1 сентября. Более подробнее о регистрации авто расскажет Алексей Цой. Жанебек Окасов ещё в прошлом году привёз автомобиль из Армении. Машина, как положено, была оформлена на него, но с армянским учётом. Новость о том, что теперь железного коня можно оформить без высоких уплат, автовладельца порадовала. И мужчина тут же обратился за услугой в автоцон. Когда я услышал, что можно оформить авто всего за 12 тысяч тенге, я сразу приехал в ЦОН. Зарегистрировал автомобиль. Времени это много не занимает. Всего за час я получил жёлтые номера. Регистрация автомобилей, привезённых из Республики Армения, началась 1 июня. За это время в Тадокруганске автоцон на учёт стали более 100 автовладельцев. Специалисты настоятельно рекомендуют и даже призывают быстрее зарегистрировать транспорт, привезённый из-за рубежа. Наша работа длится до 1 сентября 2020 года. Так что всех призываем, кто привёз с Республики Армении, зарегистрировали свои автомашины и спокойно ездить. На временный учёт поставить только на себя, потом его перепродать, снимать с учёта, на другого ставить, это запрещается. Для того, чтобы поставить на учёт автомобиль, привезённый из Армении и получить жёлтые государственные номера, требуется три документа. Это техпаспорт транспортного средства, перевод данного документа через нотариус и удостоверение личности. Напомню, сумма регистрации авто – 12 тысяч тенге. И, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Алексей Цуэй, Сиди Сюмбек, Телеканал ЖТСУ. К другим темам. Губит людей вода. С начала лета в водоёмах Алматинской области утонули 5 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших снизилось почти в два раза. Об этом на брифинге сообщили представители регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. Улучшение статистики сотрудники ДЧС связывают с систематическим проведением профилактических мероприятий и регулярно бесед с населением. С начала купального сезона спасателями совместно с полицейскими и волонтёрами проведено 445 патрулирований и рейдов. В ходе них роздано порядка 8 тысяч информационных памяток, буклетов и листовок. Стоит отметить, что с начала года сотрудниками областного департамента по чрезвычайным ситуациям спасены 19 человек, терпящих бедствие на воде. Большинство таких фактов зарегистрировано на Капшигайском водохранилище. В Алматинской области имеется 600 открытых водоемов, это 6 озер, 436 рек и 77 водохранилищ, 117 прудов. На данный момент Акиматом Алматинской области официально определено 84 пляжей, которые закреплены законтретными организациями и лицами. Это коммунальные пляжи в основном на Капшигайском водохранилище, озеро Алакуль, озеро Балхаш и город Алдукурган. На данных пляжах функционируют спасательные медицинские посты. Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям и гостям нашей области. Во время купания не теряйте друг друга из виду, не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения. Не оставляйте, находясь у воды, детей без присмотра. Не подплывайте близко идущим катерам, лодкам. Не купайтесь слишком долго, возможно, переохлаждение и усталость. Не купайтесь в ночное время и не в трезвом состоянии. Парижский Лувр вновь приветствует посетителей. Почти четыре месяца музей был закрыт из-за пандемии коронавируса. Подробнее об этом и в другом в обзоре международных новостей. Парижский Лувр распахнул свои двери. Желающие прикоснуться к прекрасному должны приобретать билеты онлайн и носить маски. Туристы передвигаются по заранее разработанным маршрутам. В общей сложности для гостей доступны порядка 70% залов, в том числе галереи с наиболее популярными знаковыми предметами культуры и искусства. Кризис, причиной которого стала пандемия коронавирусной инфекции, нанесла бюджету музея ущерб в размере 40 миллионов евро. Руководство музея считает, что ближайшие три года в финансовом плане будут тяжелыми. Ливанские таксисты устроили акцию протеста в Бейруте. Сотни водителей подъехали к зданию Министерства внутренних дел страны. Они возмущались резким падением национальной валюты и ростом цен. Манифестанты требовали увеличить плату за проезд и освободить таксистов от дорожного налога. В стране выросли цены на хлеб и другие продукты, а также на горюче-смазочные материалы. Несколько дней назад на призыв оппозиции выступить против правительства и призвать его к отставке откликнулось множество жителей столицы. Игрок в американский футбол Патрик Махомс заключил крупнейшее в истории соглашение. На официальном сайте НФЛ сообщается, что 24-летний спортсмен продлил контракт с командой Канзас-Сити на 10 лет и заработает 503 миллиона долларов. Напомним, в прошлом году клуб Канзас-Сити стал чемпионом НФЛ. По итогам финальной встречи Махомс был признан самым ценным игроком. Обзор зарубежных новостей подготовил Ануар Амангельдинов по материалам интернет-ресурсов. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...